ребята это да вот это ветрище 50 узлов дует просто жесть чтобы уменьшить парусность как же там наши ребята на якорные стоянки просто не представляю написал сообщение как они говорят рифец паруса-то не открыты чем рифец это стойка флагами друзья гости канала мы продолжаем рассказ о том как мы живем на яхте а живем уже здесь практически месяц мы ждем снятия с регистра яхту от прошлого хозяина и тем временем чем-то занимаемся а вот чем занимаемся вкратце я вам хочу рассказать дай бог что-то у наших друзей у малого все было хорошо очень за ним переживаю вот поворачиваешь право лодка поворачивает налево поворачиваешь налево лодка поворачивает право а 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 итак друзья мы прошли несколько миль на на лодке а точнее целых тридцать лакоры а точнее тридцать миль которые мы преодолели вместе с Сергеем и Татьяной Ферсерами при свежем ветре вот и сейчас мы вот эту вот шикарную книгу под названием лоббук собираемся внести очередную запись и сейчас мы сюда нанесем наш нескромный совершенно штампичек который затмит собой все практически вот но на то что оно и крутое приключение чтобы выделяться затмевать все остальные печати вот и все друзья путешествуйте с нами путешествуйте вместе с Сережей и поверьте ваши книжечки сразу наполнятся такими симпатичными штампами и росписями и самое главное приятными милями путешествий в прекрасных комфортах и и Я не волю и не могу без снег, без дружек цены. Я не могу без снег, без снег, без снег, без снег. Категорически. Но мне предложили выход. Сказали, а сделайте вот так. Берите на вооружение. Примерно километр вот такая набережная с такими лодочками. Мне просто даже интересно прогуливаться. Даже мужик прогуливается, но он с другой стороны на это все смотрит. Смотри, какие деревья высажены красиво так. Пушистики. Дальше идут пляжи, кемпинги. И там еще дикие места такие есть интересные. И по-моему там дальше пляж для нудистов. Нудистский пляж. Достаточно тихо. Ну, я так думаю, что здесь тихо еще потому, что все равно коронавирус. Можно велосипедики взять. Да, есть прокат велосипеды. Кстати, кому нужно. Давайте пойдем посмотрим, сколько это все стоит. Тут можно через приложение оплатить. 20 кун. Час. Получается. Вот кому нужно. Вот вам QR-код. Вот такие вот байки. Вот такие байки. Миросы бежит. Ну да. Подносите. Талончик. Талончик считывается. Скорее всего так. И велосипед забирается. Есть плейграунд для детишек. Это нет. Это аквапарк. Но это, по-моему, при бассейне. И тут. При отеле. При отеле. При бассейне. Да, это аквапарк при отеле. И тут, в принципе, наверное, не пускают. Хотя, не знаю. Если кому-то будет интересно, можно разузнать. Сегодня что-то как-то вяло и кисло. А только недавно здесь все шумело, веселилось. Сегодня воскресенье. Детский городок. Может, вечерком будет. Да, скорее всего, жарко. Сейчас еще раз. Сейчас у нас 16.00 ровно по местному времени. Это фунатская остановка. Автостанция. Фунат. Здесь проходящие автобусы останавливаются. И можно доехать даже до Загреба. Прямым рейсом. Электрическая зарядка есть. Паркинг такой. Ну, с паркингами здесь немножко сложно. Ну, все платно. Все платно, да. Ну, помню, тогда приехали, когда на арендованной машине. Кстати, кто не видел, можете посмотреть видео, как мы добирались до Карка, до Пуната. Мы, когда сюда приехали, здесь не могли поставить машину. А это было зимой. В итоге мы припарковали ее вообще на какой-то граунд. На земельный. На земельный, да. И, ну, как бы у нас получилось. Но не знаю, насколько туда. Сейчас можно припарковать машину. И опасно, не опасно ли это все будет. Хотя здесь спокойный городишко. Особо такого криминала нет. И даже кто-то вещи оставляет. Они так и валяются. Пока дворник, скорее всего, их не уберет. Или сами владельцы. Тихонечко идем этой дорожечкой до магазина, который называется Торговина. 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 Он сегодня единственный работающий магазин. Потому что сегодня воскресенье. И, ну, где что-то купить продукты? Вот у нас нет. Каких у нас продуктов нет? У нас нет. Крема для рук. Крем для рук. Вот таких продуктов вот так вот надо. По дороге увидели вот такой кемпинг. То есть место под кемпинг. Прямо в центре города. И прямо рядом с супермаркетом. Вообще очень удобно. Я не знаю там, что предлагают. Но освещение вроде есть. Вроде подключение должно быть к электричеству. Также какой-то сарай типа туалета МЖО. Но там покультурнее подальше. Подальше, да. Культурнее и подороже, соответственно. Там все-таки лес. Можно одевать маски. Так. Одевая маски. Вот. И идем в магазин. В магазине снимать не будем. Потому что запрещено. И нас как-то пожурили за это. Ну все. Встретимся после магазина. Никуда не уходите. Скажи, пожалуйста, почему ты решилась на такой кропотливый труд? Потому что зайдя на яхту, мы увидели вот эти вот безобразные уже выцвевшие чехлы. Которые очень нам не понравились. Потому что мы любим белый цвет. Захотелось, чтобы это было все светлое, красивое. И нашли старенький кожзам здесь. Отмыли его. Я его весь мою перед каждым шитьем. И приложили ручки. Так как машины нет, все руками. Все руками. Почла вписалась в дизайн мачты. То есть, это алюминий у нас. А это вот такой вот цвет кожзам. Это все делает моя супруга при помощи плоскогубцов. И вот этих вот нежных, хрупких ручек. Вот это все так происходит. Это все шьется вручную, ребят. Вот таким образом. Вот таким образом были сшиты вот эти вот чехлы. И мы с моей супругой идем провожать наших друзей. Они сегодня уходят из Пуната. Дальше путешествие. Большое путешествие. Очень жалко. Мы с ними так подружились. Такие клевые ребята. Но что делать? Путешествовать нужно. Да, пока есть попутный хороший ветер. Нужный. И пришла вода. Ну, надо так надо. Очень грустно. Но и радостно за них. Счастливого путешествия. До встречи! До встречи! До встречи! Счастливого пути! Мы очень рады, с моим космосом. И мы тоже! Давай! Счастливо! Обязательно встретимся! Счастливого пути! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...